Ну что, господа, двоечники, тунеядцы, хулиганы, которым делать больше нечего, только всякие ютюбы смотреть. Для вас сегодня опять весь вечер на ковре. Алик Кох и Женя Киселёв. Ну, естественно, Альфред Рынгольдович и Евгений Алексеевич. Евгений Алексеевич. Вот. Мы, правда, теперь решили всё-таки по понедельникам устраивать это безобразие, безответственно, этот трёп, потому что, видимо, наша аудитория по воскресеньям чем-то другим стала заниматься в связи с переменами погоды и, может быть, подготовкой ВСУ к решающему контрнаступлению. Ну, Алик, привет. Ещё у всяких католиков и протестантов, типа меня, вчера Пасха была. Так, да, между прочим, и еврейская Пасха, то есть Песх сейчас ещё показается праздник. Грех в эфир-то было выходить, а в понедельник самый раз. Да, да, но Песх ещё продолжается на самом деле. Ну, слушай, мы с тобой не принадлежим к избранному народу. Мы же двое. Это с какой стороны посмотреть, знаешь, там. Ну, скрытые евреи бывали в Советском Союзе, историю которого мы будем вспоминать сегодня, 1990-й год. Но я всё-таки хочу начать с тревожных сообщений о здоровье Владимира Владимировича. Ой-ой-ой. Нет, ну сегодня с утра, понимаешь, просыпаюсь, открываю интернет, смотрю, значит, канал «Генерал СВР». О, товарища Соловья. То ли Соловья, то ли ещё какого-нибудь птаха сообщает, что утром стало дурно Владимиру Владимировичу, можно сказать, даже утром воскресенье. Смотри, симптомы какие, по словам генерала СВР. Во-первых, значит, со зрением стало плохо, то ли двоится, то ли троится в глазах. Значит, язык онемел, видимо, от того, что врёт всё время, слишком много. Потом правая сторона тела онемела, правая рука и правая нога. Ну, собственно говоря, чувствительность, по-моему, у него всё уже давным-давно потеряла. И руки, и ноги, и голова, и всё. Вот, вообще, по-моему, генетически не способен этот человек к каким-то человеческим чувствам, к эмпатии, как сейчас принято говорить. Ну, и головная боль, конечно. Ну, может быть, после вчерашнего. Я не знаю, он пьёт, не пьёт. Ну, в общем, бригаду врачей, по словам генерала СВР, вызвали и оказали срочную медицинскую помощь. С напряжением следим за следующим бюллетенем о состоянии здоровья президента Российской Федерации. Ждём дыхания Чейн Стокса. Ага. Да, замечательная история была, знаешь, когда лагерники собрались в 1953 году. Из репродуктора правительственное сообщение в каком-то там воркутлаге или на рейдлаге, или ещё в каком-то лагере, да, и кто-то из заключённых старому политзеку, который по образованию врач спрашивает, слушай там, доктор, ты всё знаешь, ты скажи, что такое дышание Чейн Стокса. Он задумался и говорит, мужики, дыхание Чейн Стокса – это трындец. Ну, на самом деле, я не знаю, как ты относишься к генералу СВР, конечно, конспирологический канал, но иногда там бывают сообщения, знаешь, в которых есть такие вкусные детали маленькие, которые вот специально не придумаешь. И вот когда я читаю некоторые детальки, у меня появляется некая степень доверия к тому, что всё-таки не на ровном месте там утечки. Ну, я никак не буду комментировать, знаешь, вот когда околеет, тогда околеет, а пока не случилось этого, всё это остальное, всё это болтовня. Соловей нас уже сколько лет кормит, что он не сегодня завтра помрет. И генерал Буданов, кстати, тоже. Всё, нам рассказывают про онкологию в последней стадии. Генерала Буданова уж обижать-то, ладно. Ну, а что, он же говорил нам, что у Путина онкология, и он вот-вот околеет. Нет, вот погоди. Ещё в прошлом году он нам рассказывал. Секунду. Олег, смотри, ты сам об этом у себя в Фейсбуке писал на днях. Вот это вот замечательная история про то, как вдруг с того не с сего Владимир Владимирович объявляет, что у нас пока что не отменены санитарные ограничения. Да, это очень смешно было, да? Ну, это очень смешно. Он в этом день обнимался с Лукашенко, в этот же день. Я даже специально потом в комментах повесил ролик, как он с ним обнимается. Так нет, он и с Лукашенко обнимался, и в Мелитополе, я прошу прощения, в Мариуполе, до Мелитополя. Да-да-да, и с Синьцзиньпиньем там, всё-всё-всё. И с Синьцзиньпиньем. Но с Лукой-то он прям в этот же день это делал, прям буквально. Так может быть он к Синьцзиньпиню вместо себя двойника посылает? Или к Луке, или к послам. Или к послам. Да. Ну, я не знаю, слушай, но выглядит это совершенно дико. Просто будет такое ощущение, что старик с ума сошёл. Вот я не знаю. Значит, уже за здоровьем не в порядке, если с ума сошёл. Но ты заметил, что Песков, который комментирует всё на свете, это даже и комментировать не стал. Потому что это невозможно комментировать. Я не знаю. Вот представь себе, что ты, съевший, как говорится, зубы на журналистике человек, являешься прежде секретарём Путина. Вот как бы ты это комментировал? Вот шоу можно сказать? Извините, ошибочка вышла. Я бы пошёл тихо, написал бы заявление о уходе к чёрному желанию и ушёл бы через чёрный ход. И сразу прямиком в тайгу куда-нибудь, а поглубь. Представляешь, сколько денег надо заплатить человеку, чтобы он придумал какое-нибудь умное объяснение этому. А мы удивляемся, почему у Пескова часы дорогие. Слушай, как говорят в Америке, где ты находишься по-прежнему, судя по интерьеру гостиничного номера. Это «it's above my pay grade». Мне столько денег не платят, чтобы я бы... Я просто могу с этой работой справиться. Мне бы сколько ни заплатить, я всё равно не придумаю ничего, что можно объяснить. Сегодня я с Лукашенко обнимаюсь, а потом объясняю, что санитарная норма, я к вам подойти не могу. Это как? Ну, если бы не Синь, я бы, может быть, ещё предположил, что Лукашенко там, я не знаю, колют какими-нибудь специальными препаратами, которые... Нет, Лукашенко как раз может договориться и ему двойника послать. Сказать, Лука, мы в тебе двойника порешлём, ты с ним пообнимайся и, так сказать, улыбайся в камеру. Там же протокольная съёмка, она же не требует никакого диалога там содержательного. Ну да, 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 конечно. Поэтому как раз с Лукой-то окей, но с Синь-Цимпинем уже сложнее. Но дело-то не в этом, дело в том, что нас-то кормишь, никаких двойников нету, что это он и есть. А в рамках этой концепции объяснить обнимание сегодня и сегодняшнее заявление про санитарные нормы невозможно. Нет. Точно, крыша съехала, диагноз явно подтверждается твой диагноз. Двойник вышел из роли, когда принимал верительную грамоту. Позволил себе импровизацию. Он, видимо, был ошарашен отсутствием аплодисментов. Или, может быть, знаешь, я предполагаю же, ну как, в принципе, это можно организовать, в конце концов. Пластический грим сейчас хорошие художники-гримеры могут сделать какой угодно. Лет 10 или 15 прошло, как мы видели, что они, в принципе, могут делать, когда вот они безрукого переделали в Высоцкого. Выглядел почти как живой, да? Да. Я думаю, что искусство грима, в том числе благодаря каким-то техническим новациям, ушло с тех пор еще дальше. Можно, в конце концов, вот есть такие крошечные наушнички, которые прямо в ухо вставляются, радионаушник. Достаточно надежно они работают на большом расстоянии. Их изобрели еще давно. Я уже там на телевидении пользовался им, наверное, где-то в середине 90-х. Я думаю, что с тех пор опять-таки техника и технологии ушла. Уже в мозг его внедряли. Может быть, уже действительно и в мозг его можно внедрить, но факт тот, что в конце концов тебе могут нужный текст... Голос большого брата в голове такой звучит. Читать, читать, а ты должен медленно, но правильно, интонируя, повторять. Может быть, тебе этот текст еще заранее показывают, написанный на бумаге. Вот так... Но... Черт его знает, вот как можно на уровне Си Цзиньпина это сделать. Слушай, я еще раз тебе говорю, проблема не в этом. Проблема в том, что официальная версия состоит, что никакого двойника не существует. Куда проще? Песков выходит и говорит, а это вот тот раз двойник был, поэтому он обнимался. А в этот раз мы вам настоящего Путина дали, поэтому санитарная норма. Все, люди расходятся. Понимаешь? Вот. Но он же не может это сказать. Он должен сказать, что везде был настоящий Путин. А раз везде был настоящий Путин, то как это вот только что он обнимался с Лукашенко, и тут он... И вот выйдя из этой комнаты в другую, он рассказывает про санитарные нормы. Ну, это как? Которые давно уже отменены по всей России. Первого июля прошлого года. Совершенно верно. Слушай, а может быть, просто им не доложили? Ну, понимаешь, вот забыли доложить. А для Путина санитарные нормы продолжают действовать, потому что это особо ценный субъект, и им надо дорожить. Я понимаю, да. Главнокомандующий армии, который отправил их на войну, где-то никто никаких санитарных торм не соблюдает, да? Вот. Он для себя, так сказать, решил, что для него опасность заражения инфекцией, да, которая теперь уже не опаснее гриппа, это, так сказать, очень серьезная проблема, и он не может подойти к людям. И тут же обнимается с Лукашенко. Это как? Не знаю, не знаю. Просто голова кругом идет, но я точно... Понял же, ты не негодишься в пресс-секретаре Путина. Ну, негодишься, это точно. Негодишься, негодишься. Негодишься. Ну, окончательно... Ну, ты согласись. Ни за что, никогда. Жаме де лави. Never. Ever. Вот сейчас понял точно. Ну, действительно. Но это очень тяжелая работа, согласись. Очень тяжелая работа, это правда. Очень тяжелая. Ох, и трудная эта работа. Из болота тащить бегемота. Ну, кстати говоря, песка блестяще вышел. А что ты его песка, он-то называет, что-то? Нарочно? А как он? Раньше Песков был. Он же раньше Песков был. Все его песка блестяще называют. У меня хорошая фамилия, меня очень трудно перенести в ударение. А это точно. Песков лучше всех вышел из этой ситуации. Он вообще никак это не комментировал. Да. Только потому, что его никто не спросил. Ну, может, и спрашивали. Откуда ты знаешь? Слушай, у него брифинг, по-моему, по понедельникам. Может, еще спросят. Вот завтра спросите его. А у тебя, кстати, на брифинг пускают? Это же электронный брифинг, нет? Слушай, для того, чтобы попасть на брифинг, надо в России жить. И в Москве, в Кремле быть аккредитованным. А я там, прости, пожалуйста, с 2008 года. Ну, хорошо, но корреспондент, может ему этот вопрос задать? Он же наверняка там аккредитован. Если его еще не арестовали по обвинению в шпионаже. Да. Или он не хочет быть арестованным. Или, может быть, он не хочет быть арестованным и уже не станет. Щекотливо. Такое тоже бывает. Да бог с ним, ладно. Слушай, шутки в сторону. О серьезном. Вот эти утечки, о которых сейчас очень много разговоров. В Нью-Йорк Таймс началось исследование. Вот эти вот сотни каких-то документов. Что ты по этому поводу думаешь? Это действительно какой-то крот завелся где-то там, я не знаю, в Пентагоне или в каких-то спецслужбах, который сбрасывает секретные документы в паблик? Как утверждают некоторые, это, что называется, специальное распространение дезинформации. Ну, слушай, я могу тебе сказать так. Первое. Давай разделим проблему на две части. Проблема ущерба, который нанесен Украине в связи с этими утечками рассекречивания информации о грядущем наступлении и так далее, и так далее, и так далее. Это же, насколько я понимаю, самое главное. Это то, что больше всего тревожит украинцев. Если речь идет о этом, я думаю, что ущерб минимален. Хотя бы потому, что... Ну, слушай, ты же понимаешь, что агентурная разведка это не единственный вид разведки. И даже далеко не самый главный. Как бы ни пытались представить это дело писателей-детективов. Конечно. Самое главное – это аналитическая разведка, которая обрабатывает там открытую прессу, всевозможные косвенные свидетельства и прочее, прочее, прочее. Там пропало в продаже, я не знаю, марля. Это значит, все ушло в госпиталя. Значит, готовимся к большим потерям и так далее, и так далее. Ну, что-нибудь в таком духе. Нет, но это только в ситуации... Извини, извини. Бывают исключения из этих правил, когда, предположим, какая-то разведка получает очень ценного агента. Согласись, но мы сейчас... Помнишь, Гиом был несколько лет агентом штази, который в этой ситуации работал на КГБ? Был Гиом, который был помощником канцлера Бранта. Когда его заплачили, помнишь, там Брант вынужден был даже уйти в отставку. Да, и что, он много вреда принес? Федеративная республика Германия, так сказать, затормозила свой экономический рост? Или НАТО ослабило? Да нет. Агентурная разведка не может нанести большого ущерба. Понимаешь? Ну, самая вершина агентурной разведки – это выкрадывание секрета атомной бомбы, которая в конечном итоге ускорила получение бомбы года на два. Она же все равно была бы изобретена. Но только не в 49-м году ее испытали бы, а в 51-м, в 53-м. Не принципиально. Существует аналитическая разведка, электронная разведка, космическая разведка, разведка линий фронта, войсковая. Там огромное количество всяких разведок. И вот если, допустим, электронная разведка, которая прослушивает эфир, радиоэлектронная разведка и так далее, там, слушай, по частоте телефонных звонков, по их локализации легко определить, где собираются эти 50 тысяч человек. И, соответственно, будет более-менее понятно, откуда они собираются наступать и куда. Поэтому, ну, что мы говорим? Размер армии, так сказать, наступления, который Украина собирается, более-менее понятен хотя бы из радиоэлектронной разведки. Куда она будет бить? То же самое оттуда видно. Плюс сюда накладываются данные космической разведки. Раненые, так сказать, разведки войсковой, агентурная и так далее. Поэтому то, что там в Пентагоне что-то там раскрыли о составе армии наступления по количеству танков, ну, это все секрет Польшинеля. Ты же прекрасно знаешь, вот этот состав армии наступления из 12 бригад, 50-60 тысяч человек, мы это знали еще в январе. Да, поэтому, ну, что они нам рассказывают? Где они будут наступать вот конкретно, на каком участке фронта плюс-минус 50 километров, этого, я думаю, не знает никто сейчас, включая заложного. Потому что наверняка в Генштабе разработано там 5-6 вариантов, и какой из них будет конкретно конверт А или конверт С вскрыт, это будет известно там за час до, собственно, наступления. Вот. И приниматься решение будет исходя из там конкретной вот той ситуации, которую мы сейчас не знаем, какая она будет. А может быть будет и наступление на нескольких направлениях. Или наступление по нескольким направлениям. Слушай, разработано несколько богопланов, и какой из них конкретно будет приведен в действие, будет известно буквально накануне наступления. Сейчас максимум, что можно узнать, это состав всех этих пяти планов. Но это мало что дает, правильно? Вот. Поэтому я в такого рода вот утечки, я, откровенно говоря, не верю. А то, что там были подделаны данные о потерях, показывает, в общем-то, источник, откуда вывалились эти данные. Вот. Я думаю, что это хакеры какие-то вскрыли, какой-нибудь сайт. Вот. Или, может, действительно крот завелся. Вот. Теперь, что касается... А может быть, прости, пожалуйста, может быть, еще это сознательная утечка? Значит, в работе разведок и такое бывает, что сознательно утекают дезинформацию. Да. Теперь, что касается того, что в Пентагоне завелся крот. Вот. Ну, во-первых, мы такие случаи знаем. И они не единичные. И, ну, они наносят ущерб репутации Соединенных Штатов, но ни на что глобально они не влияют. Мы помним последнюю утечку, это вот Эдвард Сноуден, да, который, так сказать, огромное количество материалов из Агентства национальной безопасности утек. Вот. А из них мы узнали, что там прослушивалась даже Ангела Меркель американцами. Вот. Были, так сказать, неприятные объяснения. И, кстати говоря, это лишний раз подтверждает, откуда вот этот холодок между Америкой и Европой и европейским сообществом. Ну, в том числе и из кейса Сноудена вылез. Потому что, ну, мы либо союзники, либо вы нас подслушиваете. Вы уже определитесь, пожалуйста. Вот. И, соответственно, там... Сейчас вон с Южной Кореей та же самая история случилась. Что-что? С Южной Кореей та же самая история. Да, сейчас это вот была с Германией, сейчас это же самая история с Южной Кореей, да. Вот. Потому что, ну, слушай, действительно искреннее сотрудничество и союзнические отношения, и, допустим, сотрудничество тех же разведок, да, но оно невозможно при такой атмосфере. Конечно, так сказать, немецкие там спецслужбы теперь будут, или южнокорейские, да, они теперь будут как-то там специально заботиться о защите информации уже и с этой стороны, да, и так далее. Ну, кому это надо, не очень понятно, и зачем это было сделано. Ну, слушай, ну, ты же понимаешь, что логика спецслужб, она необъяснима нормальными мозгами. Сидят люди, которые придумают какие-то угрозы, потом они эти угрозы начинают, так сказать, купировать, а для этого нам нужно всех подслушивать. Ну, вот мы подслушивали канцлера Германии. Ну, что получили? Получили ничего, кроме того, что Германия потихоньку перестала выполнять свои обязательства по НАТО. Молодцы. Да. Вот, понимаешь, и такое бывает. А об Ангеле Беркель чего вы не знали до этого? Или чего вы могли узнать, просто спросив их? Ну, а потом ведь, знаешь, у спецслужб это, видимо, знаешь, профессиональная деформация такая. Вот обязательно надо кого-то подслушивать. Да, да, да. Подслушивать, да, но вот в спецслужбах не умеют доверять на сто процентов никому. Да. И в этом смысле там западные разведывательные агентства мало чем отличаются от бывших советских или от нынешних российских. Да вообще ничем. Они все, так сказать, одним миром мазаны. Поэтому я, открыто говоря, считаю, что если содержательного вреда от всех этих утечек никакого нет. Что касается репутационного ущерба, то этот репутационный ущерб нанесен Соединенным Штатам. Это их проблема, и пускай они с ней сами разбираются. Мы с тобой не являемся гражданами Соединенных Штатов, и мы сегодня переживаем о том, что происходит в Европе и конкретно в Украине. И поэтому для меня лично это вообще не проблема, то, что случилось. Для кого это проблема? Те пускай, так сказать, занимаются решением этой проблемы. А то, что в Пентагоне появился русский крот, ну, окей, допустим, что это так. Ну, тогда русские дураки, что они сдали его. Потому что по характеру участие, по источнику, легко определить источник. А по источнику можно найти и человека, кто это сделал. Скорее всего, это какой-то нежданный подарок, типа того же самого Сноудена. Инициативник, который решил, так сказать, побороться с американским империализмом по собственной инициативе и слил русским эту информацию. Если это не дезинформация только. Если это не дезинформация, да. Если это действительно крот, которого свои же сдают невольно, да, то, конечно, его рано или поздно вычишлют. Я думаю, что очень быстро это легко сделать. Нет, ну вот смотри, я вспомнил Гюнтера Гиомота, который был внедрён прямо в самое сердце германского правительства, работал помощником у канцлера тогдашнего ФРГ Вилли Бранта. Вот мне один, уже много лет спустя, прошло лет 30, мне один ветеран внешней разведки рассказывал, что это недолго продолжалось, где-то полтора или два года максимум. И тогда вся резидентура внешней разведки, первого главного управления тогдашнего КГБ, по его словам, всё, чем они занимались тогда, вот эти полтора или два года, они имитировали бурную деятельность, встречались там с разными людьми, заводили связи, контакты, приглашали кого-то на завтраки, обеды, ужины. Вот вся резидентура в Боне тогда работала только на то, чтобы попытаться прикрыть вот этого Гиома, чтобы никто не догадался, что вся информация, которую они догадались, и всё равно вычислили, чтобы нельзя было локализовать источник. Да, я понимаю. Но там же были скандалы и в Америке, и значительно позже. Совсем недавно этого Джеймса Олдриджа арестовали, который тоже был высокоставленный офицер ЦРУ, чуть ли не начальник какого-то там направления. Эймса, Эймса ты имеешь в виду? Эймса, Эймса, да. Да, Олдриджа Эймса. Да-да-да, Олдридж Эймс, да. Джеймс Олдридж – это писатель, прости. Да-да-да, я перепутал. Слушай, старость, что делать? Ну, что делать? Ну, вот что делать? Как Марс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре разных человека. Ну, коль скоро мы вспомнили про нашу общую старость, пора переходить к воспоминаниям о 90-м годе. Ты, кстати, обещал рассказать о самом главном историческом событии 90-го года, как ты стал председателем исполкома Сестрорецкого райсовета, так? Да, ну вот, короче, мы ходили-ходили на эти посиделки, которые там Чубайс с Петей Филипповым организовывал, а в институте я учился в одной группе с Михаилом Гонычем Дмитриевым, ты знаешь его. Ну да, конечно. Миша Дмитриев, да. Экономист такой, аналитик. Да, да, да. Вот, мы с ним вместе в одной группе учились. Вот. И он тогда, значит, пошел избираться в депутаты Верховного Совета РСФСР и избрался. Дмитриев? Дмитриев, да. Он стал депутатом Верховного Совета РСФСР. Не в Верховного Совета, а в съезда народных депутатов. Ну да, народных депутатов. Он избрался, значит, и на каком-то из наших посиделок он, значит, мне говорит, а что ты сидишь? А он избрался от Сестрорецкого этого избирательного округа. Он говорит, у нас, говорит, Сестрорецкий нужен, иду сейчас в выборы председателя райисполкома, давай двигай туда. Ну и я подал документы. А избирали их на заседании райсовета. Депутаты избирали, председателя. А депутатов было человек сто. И там, значит, это вот прям как настоящий парламент. Там левые, правые, коммунисты, прогрессисты, патриоты, чего-то только не было. Вот, значит, там дискуссия, выборы кандидатуры, конкуренты и так далее, и так далее. Ну и вот я выиграл эти выборы, стал посидателем райисполкома. Мне было 29 лет. Ну, сказать, что я вообще ничего не соображал в этой работе, это значит ничего не сказать. Вот. Но там были неплохие замы. Один такой строитель был, такой Баранов. Кто-то там в торговле разбирался, кто-то в городском хозяйстве. И поэтому как-то так вот я достаточно быстро попытался вникнуть в суть городского хозяйства. Что-то такое я до этого читал, почитывал. Вот. Ну, прожили мы, так сказать, полтора года под моим руководством. А потом меня перевели уже в город на приватизацию. Сначала в Питере или сразу в Москву? Нет, нет, нет. Сначала в Питере. В Питере я с конца 91-го года я был в Комитете по управлению имуществом города Санкт-Петербурга, замом, который как раз вот приватизацией занимался. Там вот у Комитетов по управлению имуществом субъектов федерации, коим являлся Санкт-Петербург, там много полномочий. Там кадастр, учёты собственности, управление собственностью городской и так далее. И направление приватизации. Я вот был зам, который как раз вот приватизацией занимался. А возглавлял Маневич? Нет, Маневич был такой же зам, как я, возглавлял Серёжа Беляев. Помнишь такого? А, ну помню, конечно. Он потом был предпределем фракции «Наш дом России». Я не знаю, что с ним стало, он как-то вот пропал с горизонта. Он продавал, да. Был Серёжа Беляев председателем комитета. Потом он перешёл в Москву и недолго проработал тоже председателем госкому имущества. При нём, кстати говоря, были залоговые аукционы, как при председателе. А потом он стал фракцией руководить. «Наш дом России». Да, «Наш дом России», да. И вот он руководил до 99-го года, а потом эта фракция преобразовалась в единство Берёзовскую в эту партию. И там он как-то потерялся, его то ли в списки не вставили, то ли ещё что-то, это уж я не могу тебе сказать. Да, хороший вопрос, что с ним совсем пропал с водаром, как говорится. Он потом при Путине стал ненадолго директором аэрофлота, а потом его и оттуда убрали, и его следы потерялись. Но у нас председателем комитета в Питере был Сергей Беляев. Тогда между Собчаком, который был мэром города, и Чубайсом, который стал председателем госкому имущества, произошёл как бы своеобразный торг, смысл которого состоял в том, что Собчак назначает председателя, а за это Чубайс назначает к нему двух замов. И вот Собчак назначил Беляева, а двух замов к нему, меня и Маневича, назначил Чубайс. И Маневич занимался методологией, то есть все нормативные документы писал. А собственно, само менеджирование всего процесса, утверждение госпрограммы, городской приватизации, собственно, организация всех этих, утверждение планов приватизации и прочее, графиков приватизации, это всё делали. Да. Не знал он тогда, чем кончится его жизнь. В 97-м году его убили. Ого, это длинная история. Причём это было очень впечатляющее событие, потому что, если мне память не изменяет, снайпер расстрелял его машину прямо через крышу. Да, это был вот такой Т-образный перекрёсток улицы Рубинштейна, где втыкается в Невский проспект. И вот на светофоре он встал из противоположного дома с Невского проспекта, с крыши. Снайпер расстрелял его из Калашникова с оптическим прицелом. Он погиб на месте фактически. Но это, слушай, это была такая драма для меня. Мы же с ним были дружны с 78-го года, с первого курса института. Мы на одном потоке учились, да. Мы в разных группах учились, но на одном потоке. И не думали и не гадали, что с вами будет спустя много-много лет. Не думали и не гадали. Он был такой очень, ну я такой был провинциал, немножко такой хулиганистый. А он был такой мальчик из профессорской семьи. Такой еврейский ребёнок, такой очень домашний, такой хороший мальчик. Вот очень такой всегда позитивный, весёлый. Ну у нас было такие достаточно тёплые отношения, дружба. Но, к сожалению, вот так оно всё закончилось. Я тоже люблю вспоминать, знаешь, что где-то во второй половине 70-х я был членом небольшой, но дружной компании любителей поиграть в преферанс где-нибудь там в субботу-воскресенье. И пулю мы расписывали с моими друзьями-студентами из ТФАКа МГУ Николаем Сванидзе и Михаилом Осокиным. Скажи, кто из нас строит... Сочинку или Ленинградку расписывал? Сочинку, Сочинку, не Ленинградку, нет. А мы в Питерске играли Сочинку. Что у нас с нами случится через 20 лет. Окей. Так скажи мне, пожалуйста, помнишь ли ты на самом деле, что ведь ты оказался встроен в значительно больший выборный процесс, который тогда происходил в 90-м году? Да, конечно. Не только этот самый Совет Сестровецкий выбрали, где были разные политические силы представлены, прямо как в парламенте, но выбрали и Горсовет Питера, да? И Собчак стал председателем Горсовета. Ленсовет. Там долго не могли выбрать председателя. Там это была целая история. Дело в том, что когда Ленсовет собрался, они долго не могли выбрать себе председателя. И там была такая борьба, как будто они выбирают, я не знаю, Господа Бога себе, понимаешь? Вот. И в конечном итоге там совещания фракции какие-то тогда пришли к выводу, что будем приглашать Собчака на роль председателя, как компромиссную фигуру. Но был один нюанс, состоящий в том, что Собчак не был депутатом Ленсовета. Он не был депутатом Ленсовета? Где был, не был депутатом Ленсовета. Тогда срочно... Как интересно. Там один округ, по которому выборы не закончились, или там признаны были недействительными. И вот, так сказать, в срочном порядке организовали выборы. Собчак на их выдвинулся. Там все фракции ходили, агитировали, что только выберите нам Собчака. И он еле-еле, кстати говоря, в этом округе победил. Потому что он сам этой избирательной кампанией вообще не занимался. И вот в 91-м году он стал депутатом Ленсовета, его выдвинули и избрали председателем Ленсовета. И тут же пожалели об этом. И тут же пожалели об этом, потому что депутат Ленсовета тут же выяснили, что он, так сказать, пригласил к себе. Но Собчак же человек очень специфический. У него тут же возникло противостояние с Ленсоветом. Он тут же, так сказать, заявил о том, что вы все дураки, ничего не понимаете. Я один знаю, как надо делать реформы. Поэтому тут же назначил себе аппарат, в котором было два помощника. Помимо прочего, один был Владимир Владимирович Путин, полковник КГБ, а другой был Юрий Шутов, урка какой-то, бандит. Где его Собчак выкопал, вообще непонятно. И они так мирно дружили, что в конечном итоге Путин, по-моему, посадил Шутова через какое-то время. Вот. Но вот такая вот история была. Но потом, значит, это уже в 1991 году появилась идея выбирать мэров. В Санкт-Петербурге и в Москве Собчак выдвинулся на мэра и ушел из Ленсовета в мэрию. А представителем Ленсовета стал такой Беляев Александр. И его уже избрали без всяких проблем, по-моему, достаточно быстро. Ленсовет был такой довольно интересной организацией, очень скандальной, очень такой склочной, но при этом с ним можно было работать. Там были, так сказать, совершенно очевидно, такие светлые головы. Такой Егоров, по-моему, Сергей его звали, был очень толковый парень, хотя все еще... Но он очень ненавидел Собчака. Во всей мэрии, по-моему, один я мог с ним ладить. И меня все время, это нам надо было что-то говорить, к согласовательному совету, меня, так сказать, туда засылали, потому что я с ними умел договариваться. А все остальные, так сказать, просто боялись туда ходить, потому что Собчак так конфликтовал с Ленсоветом, что депутаты ненавидели всех, кто приходил из мэрии. Слушай, а ты помнишь, хотя это уже не 90-й год, это, наверное, 91-й, вот эту историю с какими-то там махинациями, связанными с... А, с поставками продовольствия? Продовольствие в обмен на мазу. Дело Салье. Дело Салье. Да, 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 да. Комиссия Салье. Я помню, я помню, это прекрасно, да, но здесь мне добавить нечего, кроме того, что... Мне кажется, что это буря в стакане воды. Я тебе сейчас объясню, я попытаюсь объяснить, мне кажется, что при всем при том, что мое отношение к Путину ты знаешь, ну, так сказать, далеко от комплиментарного, но мне кажется, этот эпизод ему вменяют зря. Вот смотри, значит, там была такая история, но это был 91-й год, может, мы тогда уйдем туда, когда это будем... На следующий раз 91-92 год рассмотрим. Давай оставим, действительно. Да, это большой, интересный разговор, я хотел бы, так сказать, его не комкать, потому что это действительно важно, там было... Понимаешь, вся эта история, она происходила на переломе, она начинала в 91-м году, а заканчивалась в 92-м, а важно то, что в январе 92-го освободили цены, и где-то к марту прилавки уже наполнились, и проблемы вот с этим проставками продовольствия, она, так сказать, перестала быть такой острой, какой она была осенью 91-го. Понимаешь? Это правда. И там, кстати, была любопытная часть, я даже не знаю, в курсе ты тогда был или нет, там была, как говорится, эстонская половина этой истории, ведь вот эти вот поставки, несостоявшиеся, мазута в обмен на продовольствие или частично состоявшиеся, они же тогда вызвали в Эстонии тоже грандиозный скандал. Ну, отдельная тема, давай к ней действительно, когда будем говорить о 91-м, вернемся поподробнее. Да. А давай все-таки, значит, 90-й год, он, конечно, был, на мой взгляд, очень по-своему ярким, потому что что там только не происходило, помимо бывшего Советского Союза. Там и Тетчер ушла в оставку, и кувейтская эпопея началась, и, прости меня, твоя страна Германии наконец объединилась. Моя страна Германия наконец объединилась, и это ура, но я, если говорить о том, чем я занимался, я занимался много чем, но, в частности, например, распределял ножки Буша. А уже пошли ножки Буша? Пошли ножки Буша в полный рост, мы распределяли гуманитарную помощь, приходили рефрижераторы, люди ночью их сторожили, потому что боялись, что торгаши все растащат по своим. Ты же пойми, что тогда цены-то все еще продолжались регулироваться, и, соответственно, инфляция выражалась в тотальном дефиците, то есть просто ничего не было. И поэтому народ не верил в продовольственной системе советской, и были специальные отряды созданы, которые охраняли пришедшие с гуманитарной помощью рефрижераторы, а в это время у нас в райисполкоме составлялись списки, по которым мы распределяли эту гуманитарную помощь по гражданам. Их бы мы ссылали пригласительные билеты, и люди приходили, получали свою долю этих гуманитарной помощи и так далее. Это была целая эпопея. Депутаты вместе с сотрудниками располкома распределяли эту помощь, рассылали, обзванивали людей, люди в назначенное время приходили, забирали эти ножки, уходили. Это была целая... А разве эти ножки не торговали потом? Нет, мы их продавали, конечно. Мы их продавали. Люди не забирали их, просто приходили, забирали. Конечно, они приходили и платили за них деньги в магазин. Но если бы мы их просто выбросили в продажу, то их бы завтра, так сказать, сразу бы смели там мешками. И другим бы ничего не досталось. А люди хотели все немножечко этих ножек иметь. И поэтому мы вот... Как помнишь, в свое время масло распределяли, колбасные изделия распределяли. Вот так же мы распределяли ножки Буша. Но ведь там была даже, по-моему, какая-то крупная фирма, Союз Контракт, по-моему, называлась. Это уже потом. Это уже потом. Это уже когда освободили цены, это вот Юра Рыдник там и все остальные, это вот они уже рефрижераторами, фу, вот этими целыми кораблями возили и продавали. Это уже потом. Это уже год 93-94. А, вот так вот, да? Да, а тогда это приходило вот по линии вот этого вот Горбачевско-Бушевского договора о гуманитарной помощи. Там потом еще периодически появлялись пайки Бундесвера. Особенно было приятно через эти среди граждан распределять. Среди ветеранов блокады, да? Да, среди блокадников, ветеранов войны. Тогда еще много живых было. Это же начало 90-х было. Ну, кстати, я помню, из Германии тогда очень много было помощи. Да. В Москве тоже очень много. Я знал немцев, которые даже работали, можно сказать, переселились в Москву, занимались оказанием помощи. Ну, вот конкретно у нас в Сестрорецке больше приходила американской помощи. Я помню, что была немецкая, но она была такая вот там, один или два раза, а больше приходила американская. Ну, видимо, это как-то диспетчировалось по-разному. Такие дела. А помнишь ли ты, Альфред Ренгольдович, про то, что не только в Ленсовете, но и на съезде народных депутатов долго-долго не могли избрать нового председателя. Да, да, это великая история. Верховного Совета. И таки избрали Ельцина. Но ты же знаешь, он же должен был сделать реверанс в сторону нацкадров. Без этого национальные республики отказывались его поддерживать. Депутаты от национальных республик. И тогда они ему как бы выдвинули встречные условия, что мы за тебя проголосуем, если ты, так сказать, своим первым замом сделаешь нашего человека. И они тогда выдвинули Руслана Имрановича Хасбулатова, как ты помнишь, профессора Плехановского института москвича. Но чеченцы. Но чеченцы. Умер недавно. Да, да, да. Я не обратил за внимание, наверное. Да, вот. Но он был известным уже человеком. Он тогда писал, я не помню, по-моему, в «Комсомольской правде» регулярно писал какие-то перестроечные такие вот статьи, кратую за... Ну, тогда их все писали. ...за рынок, за экономику и так далее. Да, в этом он был неоригинален. И в этом смысле тогда все писали, кому не лень, про рыночную экономику. Понимаешь? Меня тогда как раз поразило, что в стране, в которой 70 лет не было никакой рыночной экономики, оказалось такое большое количество специалистов по рыночной экономике. Да, помнишь, был Иванов такой, телевизионный юморист. Да, 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 пародист, пародист. Он и пародист, и юморист был, и регулярно выступал. По-моему, был одно время даже ведущим программы «Вокруг смеха». Да, 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 я помню. И вот тогда замечательно пошутил, что сейчас публицисты и экономисты стали популярнее, чем юмористы. Да, да, да. Ну, и я более того, что я могу сказать, что я вот, помню, шел я по Питеру, и, как сейчас помню, висит афиша. Значит, сегодня там в ДК, условно говоря, Ленсовета, выступает экономист Селюнин, который вместе с вами поразмышляет о том, как нам построить рыночную экономику в России. И аншлаг. И аншлаг. Это же он не просто там выступал, а там билеты продавались. То есть люди приходили, чтобы вместе с ним поразмышлять, но они за это деньги платили. Он зарабатывал. То есть это было востребованно. Василий Селюнин, Николай Шмелев. Николай Шмелев. Анатолий Стреляный. Лисицын, не помню, как звали его. Да там был Бунич, там много Бунич. Да, вот кого там только не было. Гаврила Попов тогда тоже. Гаврила Попов-то, собственно говоря, он прославился своей статьей, где он писал о командно-административной системе на примере снятого, нельзя сказать так, снятого с полки. Фильмы снимали с полки. А тут вот был роман Александра Бека «Новое назначение». Один из вот таких вот первых перестроечных романов, где описывалась судьба там бывшего наркома сталинского. Развернутое описание административной системы. Да, да, да. Я помню. Ну, короче, да, вот, всё это очень... Это как раз 90-е. Я помню тогда, в 90-е или уже в начале 91-го, в январе, в декабре 90-го, свежеотставленный Григорий Алексеевич Явлинский приезжал к нам в Сестра Ирецк. Тоже выступал перед гражданами. Правда, бесплатно. Да, между прочим, как раз осенью 90-го года была предпринята вот последняя попытка запустить экономические реформы. Да, драматическая была история, конечно. Там была комиссия Абалкина при сувмине СССР. А, по-моему, тогда ещё премьером был Николай Иванович Рыжков. Конечно. Он позже пошёл в отставку. Но там его заменил этот Павлов, Минфиновский товарищ. Когда он его заменил? Где-то в январе 91-го, по-моему. Ну, Рыжков тогда в аварию попал. Помнишь автомобильной аварии, после которой у него было ещё плохо с сердцем? Ну, может быть. По объективным причинам он ушёл. Может быть. Я точно не помню. Я помню, последнее моё воспоминание о нём было, это как он в Спитак ездил. И там вот он... Нет, в Спитак это был 88-й год. Ну, может быть, да. Ну, может, у меня, так сказать, уже... Да, в декабре 88-го это страшное землетрясение в Армении. Да, да. Ну, в общем, вот так. В 90-м году эта комиссия работала, работала, работала. К осени она что-то наработала. Публиковали эту свою программу. Пустая, как говорится, вода, ни к какой конкретики. И самое главное, там нет вот этого ключевого момента о том, что должны быть свободные цены. Ну, вот. И тогда же, так сказать, Григорий Алексеевич Явлинский уже при своём имени РЭСЭП СРЭ, при Силаеве, разработал программу «Пятьсот дней». Ну, он там был не один, так, справедливости ради, там был Шаталин. Нет, там много кто был. Там и Задорнов был, там Серёжа Алексашенко даже был. Там много кто был. Да, 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 конечно. Вот. Не один был там Григорий Алексеевич. Нет, ну она же всё равно, так сказать, осталась в памяти, как программа Явлинского, потому что он был первым зампредом СовМИН и так далее. Это, кстати говоря, знаменитая история о том, что Яблоко никогда не ходило во власть, да? Ага. Ну да, конечно. Потом ещё и наш будущий год стал членом, по-моему, сопредседателем вот этой комиссии. Республиканского экономического комитета, да. Нет, 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 комиссия была по руководству народным хозяйством. Да, да, да. Вместо садов. У меня же республиканская, во главе с Силаевым, да. А он был первым зампредом. Это осенью, после путча. Да, да, да. Последние несколько месяцев. Вот. Но тогда поженить эту программу Абалкина с Явлинским не удалось, и Явлинский ушёл в отставку. Я, правда, не очень понимаю, почему он ушёл в отставку из-за того, что Совмин СССР отказался принимать его программу в том виде, в каком он её разрабатывал. Он-то её... Там он говорил тогда, что он ушёл в отставку, потому что он не почувствовал поддержки со стороны Ельцина. А в чём выражалась неподдержка, я не очень понимаю. Дело в том, что он работал первым зампредом с председателем Совмином, товарищ Силаевым, разработал программу, вынес её на председание Верховного Света РСФСР. Так. Верховного Света РСФСР под председателем Бориса Николаевича Ельцина. Её утвердил. Так. И шутенал. А потом эту программу решили поженить с программой Абалкина. Это было требование Явлинского, которое появилось неожиданно. После того, как её утвердил, да. Зато он-то всё и делал. Я сейчас дам свою интерпретацию. Моя интерпретация состояла в том, что Явлинский никакой программы реализовывать не собирался. Его идея состояла в том, что Верховный Свет РСФСР её программу не примет. И он красиво уйдёт в отставку, сказав, что вы не хотите никаких реформ. И он уйдёт в отставку политической фигурой, которая олицетворяет собой реформы. А в то время как Верховный Свет РСФСР будет олицетворять собой сопротивление этим реформам. И вот там на следующем избирательном цикле он, Григорий Алексеевич, и победит как олицетворение реформ. И вдруг неожиданно Верховный Свет РСФСР принял его программу. И что теперь с этим делать, совершенно непонятно. Потому что реализовывать он её не собирался. Да её и невозможно было реализовать. Это был политический лозунг, который было невозможно реализовать. И она и не писала для того, чтобы её реализовать. И когда вдруг Евгений Алексеевич, извиняюсь, Григорий Алексеевич вдруг оказался перед необходимостью выполнять программу, он тогда вдруг неожиданно сказал, а вот теперь я хочу, чтобы эта программа ещё и в Совмином СССР была утверждена. А тут возникли проблемы, потому что параллельно разрабатывалась программа Абалкина в Совмином СССР. И тут как бы столкнулись амбиции академиков. Более того, Верховный Свет РСФ, насколько я помню, предложил написать какой-то компромиссный вариант. Готов был сделать это достаточно быстро. Но Григорий Алексеевич тут уже не стал рисковать. Вдруг действительно и эти примут. И поэтому сказал, что нет, никаких компромиссов невозможно. Либо вы принимаете в том виде, в каком она есть. Либо я пошёл. И тогда они сказали, ну так невозможно. Тут есть что исправлять. Там действительно было, что исправлять. Если бы мы действительно хотели бы её реализовывать, сказали специалисты. И он ушёл в отставку. И вот с тех пор он олицетворяет собой, так сказать, не сбывшиеся реформы. И критикует те, которые сбылись, потому что они сбылись. В отличие от тех, которые не сбылись. Ну вот я, кстати, проверил, слушая тебя, посмотрел в компьютере про Николая Ивановича Рыжкова. Прав я был, что действительно инфаркт с ним случился в самом конце 90-го года. Обширный. И в связи с этим он вынужден был уйти в отставку. Но, кстати, он же жив и здоров до сих пор. Обращаю ваше внимание. Я уже с ним общался, будучи вице-премьером. В 2007 году он был депутатом Думы от фракции коммунистов. И возглавлял, по-моему, Комитет по промышленности. Так вот ему сейчас 1994 год идёт. И он член Совета Федерации. Сенатор от Белгородской области. Между прочим. Не какой-нибудь, а вот тот самый Белгородский. Где много всего интересного сейчас происходит. Не знаю. Ну инфаркт старику пошёл на пользу. В отличие от Ельцина. Да. Он был милый человек. Я с ним как раз в 1991 году однажды общался. Был у него в гостях. Мы снимали с ним интервью. Самый конец 1991 года. У него была милейшая и очаровательная жена. Чудесный Спаниэль. Он рассказывал трогательную историю про то, как вот этот его Спаниэль не пускал его. Из дома не выпускал. Как раз в тот день, когда он попал в тяжёлую автомобильную аварию. А собака вроде как чувствовала это. Ельцина ненавидел. Я с ним разговаривал. Ельцина ненавидел лютой ненавистью. Кстати, и баллотировался в президент тогда в 1991. Ну, он его знал по Свердловску. Он же был директором «Уралмаша». Ну, конечно. Поэтому он как облупленного. Но мы, кстати, не договорили про то, как Борису Николаевичу удалось тогда избраться председателем. Я же тебе рассказываю. Он договорился с персональными депутатами. С Хазбулатовым, да. Там долгие манёвры шли, пока ему не удалось согласить большинство. Он еле-еле пролез. Он, по-моему, набрал 51% или ещё что-то такое. Он договорился с коммунистами, с частью коммунистов, которые были, так сказать, настроены. Более реформаторские. Помнишь, была там «Коммунисты за демократию»? «Коммунисты за демократию». Там много было всего, да. Но это, я так понимаю, как раз заслуга Гены Бурбулиса, что он там всё это, так сказать, модерировал и как-то там управлял этими всякими интересами и пытался их как-то всех консолидировать вокруг Бориса Николаевича. Действительно был серый кардинал Геннадий Эдуардович? В определённом смысле. Ну, что такое серый кардинал, понимаешь? Вот у нас, когда мы говорим «серый кардинал», у нас возникает сразу образ кардинала Ришелье, да, из романа «Три мушкетёра», который там нашим героям ставил палки в колёса. Ну, реальная фигура Ришелье, она же совершенно другое содержание имеет. Он был действительно реформатор, там, огромную работу выполнял по управлению государством, много полезного сделал и так далее, и так далее. И вот если говорить о реальном сером кардинале, а не вот карикатурном… Нет-нет-нет, я серьёзно говорю, я говорю «серый кардинал». Я на огромную пользу. Человек, который, ну, как сказать, который не любил быть публично широко известным, не лез, что называется, на первый план, но был вот на полшага позади и аккуратно давал остроумные советы относительно там союзов тактических, манёвров, назначений, решений. Ты знаешь, вот есть такое понятие «чайка-менеджмент». Знаешь, не слышал? «Чайка-менеджмент». Никогда не слышал? Нет-нет. Это такой американский термин, называется «чайка-менеджмент». Это когда человек приезжает, покричит, насрёт и убежит. Вот Ельцин был типичный представитель «чайка-менеджмента». А кто-то, «чайка-менеджмент» тогда эффективен, когда есть кто-то, кто, так сказать, изо дня в день всё это, что ты накричал, натопал ногами, так сказать, и так далее, реализует всё это в какие-то скучные постановления, в какие-то, так сказать, программы, в приказы с контролем исполнения, с ответственными и так далее, скучные совещания, подведение промежуточных итогов, выделение финансирования, наказание виновных. И так далее, и вот Гена был именно таким человеком. Из-за этого весь этот «чайка-менеджмент» не стоит гража Ломанова, понимаешь, да? И, собственно, когда Гена исчез из окружения Ельцина, по инициативе Ельцина, Ельцин и закончился этот менеджер. А случилось это через два года всего-навсего, в конце 92-го? Да, это было не в конце, фактически он его где-то в апреле, по-моему, или в июне отставил, в апреле он его убрал. Он был госсекретарём, потом он его как-то понизил до какого-то там, по-другому назвал, и постепенно-постепенно он уже, он фактически исчез из окружения Ельцина, когда Гайдар стал его премьер. И тогда Ельцин стал уже опираться на Гайдара, а не перестал использовать Гену. Но справедливости ради нужно сказать, что Гайдар как менеджер, он, конечно, послабее был, чем Ген. Да? Послабее, конечно. Гайдар был мягче. Гайдар был, скажем так, намного лучше образован и намного больше готов для масштабных задач. И он видел большую картинку. Но вот как линейный менеджер ежедневный, он, конечно, требовал поддержки аппарата. Аппарат у него был, и в этом смысле его недостатки компенсировались. Но сам по себе, как менеджер, он, конечно, был слабее, чем Ген. Мне так кажется. Понятно, понятно. Ну и потом ты говоришь, что он готов был держаться в тени и так далее, и так далее. Эту роль ему отвел Ельцин. Дело в том, что Гена готов был, так сказать, занимать публичную позицию и так далее. И у них же первоначально с Ельцином была договоренность, что он будет вице-президентом. Когда возник проект сделать Ельцина президентом. Но мы сейчас, это уже в 91-м году. И в самый последний момент Ельцин переиграл на Рудского. Чем поставил Гену, в общем, достаточно дурацкое положение. Гена, так сказать, честно говоря, обиделся на него. Потому что он, ну, как бы считал, что это такой элемент. Но это уже 91-й год. Опять забегаем вперед, как, впрочем, в 92-й, когда вот окончательно решилась судьба. В 90-м году, да. В 90-м году удалось сделать. В ноябре 92-го ушел в отставку совсем, вот, что называется, со всех постов Бурблис. И, кстати, это было связано, об этом мы отдельно поговорим. Он тогда активно занимался, помнишь, подготовкой визита Ельцина в Японию. И от этого визита тогда ждали прорыва в отношении между Москвой и Токио. Нужно было как-то решать территориальный вопрос. И вроде как-то шло все к компромиссу, но компромисс тогда не состоялся. И даже визит отменили, помнишь? Вообще отменили визит, был беспрецедентный случай, на самом деле. Но потом все-таки была встреча в Красноярске, если ты, по-моему, был. Ну, это было гораздо позже, это мы тогда сейчас... Боря Немцов хорошо про эту встречу рассказывает. Красно. Совсем все напутаем. И перекутаем, и перемешаем. А вот скажи, ты помнишь отставку Шеварнадзе, самый конец 92-го года, когда он вдруг выбегает на трибуну и начинает говорить о наступающей диктатуре, и уходит в отставку, мол, вот как бы знак протеста того, что Горбачев не туда ведет страну. Как ты думаешь, он действительно предвидел выступление, которое случилось уже на следующий год, я имею в виду как ЭЧП, или он готовил себе почву для того, чтобы вернуться в грузинскую политику? Хороший вопрос. А я-то почем знаю. А ты-то как считаешь? Я думаю, что на самом деле он собирался, он понимал, что дело идет к распаду СССР. От этого корабля надо валить уже. А как раз осенью, извини меня, сейчас точно тебе дату не скажу, но осенью были выборы в Грузии, победила оппозиция, и тогда пришел к власти Звиад Гамсахурдия, совершенно верно. И вполне вероятно, что Шеварнадзе понимал, что Гамсахурдия при всех, он его знал, разумеется, отлично, как облупленного, и он понимал, что Гамсахурдия долго не удержится у власти, просто в силу отсутствия навыков политического маневрирования и государственного административного руководства. Да и не было в тот момент в Грузии, мне кажется, социальной базы для грузинского национализма. Ну а как же, в 89-м уже были демонстрации оппозиции. Нет, ну, слушай, одно дело, так сказать, демонстрации в поддержку независимости, а другое дело именно националист. Он же был националист, это же другая... Ну, послушай, через год всего-навсего, не все помнят, наверное, уже через год, в декабре 91-го, уже в Грузии, по сути дела, началась гражданская война, и Шеварнадзе действительно уже в 92-м вернулся к власти уже как президент Грузии. Это значит, что у Гамсахурдии не было войны, которая позволила бы ему избежать гражданскую войну? Судя по всему, да. Вы скажи мне, а Абхазская вот эта вот война, она тогда же случилась, да? Ну, наклевываться она уже тогда начала, конечно же. Да даже раньше, да даже раньше. Уже вот эти вот сепаратистские настроения стали проявляться и усиливаться и в Абхазии, и в Южной Осетии уже в самом конце 80-х. Ну да. Так что, но ты помнишь, конечно, что 90-й год был, безусловно, годом поворота Горбачева, точнее там разворота не в ту сторону. Вот лично в моей профессиональной жизни это был очень важный эпизод, потому что пришел Кравченко Леонид Петрович, который возглавлял центральное телевидение в должности первого зама председателя Гостель-радио СССР. Вот на пике там перестройки и гласности несколькими годами ранее, и при нем начались всякие реформы, при нем вот программа «Взгляд» возникла, при нем до и после полуночи появилась, и много всего другого появилось на телевидении, и разные молодые, энергичные, толковые люди стали выдвигаться на первые роли. А осенью 90-го года он уже пришел на пост на ступеньку выше, уже не руководителем центрального телевидения, а всего Гостель-радио, опубликовал тогда, помнится, знаковую такую, не статью, интервью знаковое в газете «Известия». Я пришел выполнить волю президента. И вот оказалось, что волей президента было закрыть программу «Взгляд». Осенью 90-го года по приказу Кравченко была закрыта программа «Взгляд», а, скажем, от руководства программой «Время», главной редакции информации центрального телевидения, был отстранен такой вот тогда очень перестроечный, Эдуард Сагалаев, его назначили на другую должность, таким генералом без армии, просто зампредом Гостель-радио, почетная ссылка была. И, что любопытно, тогда появился новый главный редактор, на самом деле в программе «Время», неплохой человек, чисто по-человечески, Альвар Варламочка-Кучаев, родом из Грузии, вместо вот как раз Сагалаевой. Первое, что он сделал, он уволил своего молодого зама, которым был Олег Добродеев. И молодой зам Олег Добродеев собирался тогда чуть ли не за границу уехать, чуть ли не эмигрировать, потому что мы с ним тогда дружили, и он мне жаловался, что вот непонятно, что делать дальше. И тогда в моей жизни произошел совершенно неожиданный эпизод. Мой старый приятель, с которым мы дружили еще по временам совместной работы и навещания, он работал в датской редакции, а я в ирано-афганской, Александр Любимов, один из ведущих «Взгляда», вдруг мне позвонил, сказал, «Слушай, есть разговор, зайди». Я перешел на другую сторону, там вот два здания, это знаешь, в Останкино. Он сидел в одном, я в другом, я к нему зашел, и он говорит, «Слушай, мы тут организуем, ну, конечно, он был великий тогда, мы тут организуем российское телевидение, вот уже есть постановление, Всероссийская государственная телерадиокомпания, вот не хочешь ты перейти туда, к нам?» Я говорю, ну, что интересно, тем более, что у нас, судя по всему, наступают времена холодные, гайки начинают закручивать. Ну, говорит, «Сходи к Лысенко». Лысенко был только-только назначен гендиректором этой самой еще несостоявшейся компании. А Лысенко мне сразу, значит, с порога говорит, «Слушай, а не хочешь стать главным редактором информации?» Я говорю, «Слушайте, я журналист, я ведущий, я корреспондент, но я точно не главный редактор. Если вам нужен главный редактор, говорю я, вот у нас только что Добродеева уволили с должности, заместителя главного редактора программы «Время», пока, и он не знает, что ему дальше делать. Толковый парень, я говорю, «Анатолий Григорьевич, берите, берите, пока дают». И вот таким образом мы с тогдашним моим приятелем… Ты породил это чудовище. Я породил это чудовище. А вот, 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 вот. Я породил это чудовище. Вот ты не поверишь, но мы пришли в декабре 90-го года работать… Вот откуда все пошло. В ВГТРК. У него был пропуск номер один главной редакции информационных программ, главной дирекцией это называлось, информационных программ. У него был пропуск за номером один, а у меня был пропуск за номером два. Вот так вот. Но если говорить о более глобальном взгляде на то, что происходило в 90-е, мне кажется, что Горбачев достиг некого потолка своего понимания того, что нужно делать в стране. И дальше он стоял на перепуте. И перепуте это было таким образом выглядело, я сейчас попытаюсь сформулировать, либо идти по западному образцу, то есть вводить демократию и рыночную экономику уже окончательно. И если демократия более-менее уже была, во всяком случае, в виде демократических свобод уже более-менее была введена, то рыночная экономика еще не пахла, да, была частная инициатива, был какой-то маленький рыночный сектор, но основная экономика все еще была советская. Это регулировались цены, плановые задания и прочее. Там совершенно не реформированный финансовый сектор, банковский сектор, внешняя торговая, там огромное количество работы было. Приватизация, все это же. Вот. И либо вот идти по западному пути, либо идти по тому пути, по которому пошел Китай. Я вот не помню, Тянь Аньмы был в 90-м или в 91-м? Тянь Аньмы был в 89-м. В 89-м. Мы про него забыли в прошлый раз. Да-да-да, ну тогда давай его сейчас вспомним, потому что это важная веха. Либо идти по китайскому, дэнсиопиновскому варианту, то есть закручивать гайки в политической сфере, сказать, что с демократией мы тут сейчас приморозим чуть-чуть, но зато освободим экономику, сделаем ее суперлиберальной и рыночной. Вот, собственно, он стоял перед этой дилеммой. И я так понял, что, посмотрев на то, что происходит в Китае, вот именно тогда в Китае Дэн Сиопин сказал, что вот на этом мы либерализацию, так сказать, общественной жизни заканчиваем, но продолжаем и даже ускоряем рыночные преобразования, экономические преобразования. Вот. И вот это вот событие на Тянь-Ань-Мэнь, когда он там танками раздавил этот студенческий протест, он как раз и был вот этим вот краеугольным камнем, который ярко показал тот выбор, который сделал Китай, в отличие от того выбора, который сделали там Восточная Европа. Потому что до Тянь-Ань-Мэня казалось, что и Китай, и Европа двигаются более-менее по одному сценарию. Вот. И Горбачев на самом деле, как некая такая срединная империя, да, которая находится между двумя, она, собственно, находилась, как вот сейчас путинская Россия, она тоже, так сказать, свой выбор сделала. Вот. Тогда Горбачев. И Горбачев, похоже, начал подмораживать общественную жизнь. Вот ты говоришь, Кравченко назначили там и так далее, и так далее. Ну, мы это чувствовали. И, видимо, Швардадзе тоже это чувствовал. Но второго шага, то есть реформировать экономику уже совсем на рыночной рельсе, на это он так и не решился. И это в конечном итоге вылилось в какие-то судорожные на следующий год реформы Павлова, вот этот безумный обмен денег, потом этот ГКЧП, и все это развалилось. Потому что к тому моменту Дэн Сиопин это понимал, что творческая энергия масс вырвалась из тоталитарного государства, и ее нужно либо куда-то канализировать, либо в демократию общественной жизни и рыночные преобразования, либо только в рыночные преобразования. Ну, он долго думал, ведь ты вспомни, там тогда была еще борьба внутри руководства коммунистической партии Китая. И они колебались еще некоторое время, а Дэн был как бы таким вот судьей, верховным арбитром. Да, к классическому маоизму, там много всего было. Но в конечном итоге победил Дэн Сиопин, и фактически та система, которая сконструирована была Дэн Сиопином, с этим коллективным руководством, с ротацией каждые 10 лет, она дожила до Си Цзиньпини, который сейчас ее, так сказать, ломает. Вот. Но тогда вот Си Цзиньпинь так сказал, что да, вот мы тверческую энергию массы высвободили, но мы ее сейчас канализируем в экономику. А в общественной жизни мы, так сказать, никаких... Мы сейчас будем очень аккуратны с либерализацией. Ну, вот. Но Горбачок не сделал такого. Там же помимо... Извини, хочу напомнить. Там же был еще помимо Дэн Сиопина достаточно мощный такой китайский лидер Джао Цзиян, который как раз возглавлял крыло в КПК, в Коммунистической партии Китая, выступавший за то, чтобы экономические реформы сопровождались некой демократизацией. И в итоге его не только студентов разогнали, но и Джао Цзияна со всех постов сняли, и, по сути дела, он остаток жизни прожил под домашним арестом. Ну, окей. Я не сторонник китайского выбора, поэтому я не агитируюсь за него. Я просто констатирую факт, что вот эту вот высвободившуюся энергию они направили, так сказать, на превзание экономики и достаточно преуспеливают. Восточная Европа, так сказать, пошла по пути, так сказать, в либерализации и там, и там. А Горбачев не пошел ни по какому пути, в традиционной манере. Он, так сказать, начал подмораживать общественную жизнь, но при этом и не освободил, так сказать, не либерализовал экономики. И поэтому, в общем, он так, в общем, довольно бесславно закончил свое правление. Хотя у меня к нему признательность колоссальная, хотя бы даже за то, что он сделал, и он лучше. Поезжай в Вильнюс и об этом расскажи литовцам, когда будет очередная годовщина литовцев. Ну, я понимаю, что ты говоришь. Литовцам, там, в Тбилиси можно рассказать, в Баку можно рассказать. В Баку, кстати, кровавые события. Да, в Баку, в Карабахе, можно где рассказать. Но я тебе говорю про свою жизнь. Мы же сейчас вспоминаем нашу жизнь. Это правда. Наша жизнь поменялась благодаря Горбачеву. Давай будем откровен. Все так, все так. И поменялась она. Понимаешь, Горбачеву я тоже бесконечно признателен за то, что он оказался как-то непарадоксально. За что я ему признателен? За то, что он оказался не жестким, не жестоким, не кровожадным. Не держался за власть, не цеплялся. То есть, с точки зрения классического представления о сильном политическом лидере, он был слабым. Он был откровенными временами слабым. Колебался, не мог принять решение, шарахался. Но за это ему отдельное спасибо. Но мы об этом поговорим в 91-м, когда он уйдет. Да, потому что, господа, хорошего пованеньку. Сплясали перед вами, станцевали, чечеточку отбили, Киселев с кохом. В очередной раз заставили некоторых зрителей удивиться. А что это они? Такие враги были. Там чуть ли глотку друг друга были готовы 20 лет назад перегрызть. Я не был готов. Перегрызть, не ври. Я тебе не был готов. Нет, и я тоже. И я тоже. Ты помнишь, как мы с тобой целовались? Да. У Ромы в кабинете, я помню. Да, да, да. В приемной у Романа Аркадьевича Абрамовича. Совсем немного времени прошло. Да. Ну, это же я не про себя говорю. Это я говорю про то, что в комментариях люди пишут. Ну, это вот неправда. Ну, да. В комментариях люди пишут. В комментариях был конфликт, да, который мы с тобой олицетворяли. Но это же не значит, что мы там ненавидели друг друга. Мы с тобой и в Лондоне, помнишь, у Гуся встречались и мило беседовали. А то. В гостинице «Мандарин Ориентал», как сейчас. Во-во-во-во-во-во. И даже слегка прибухнули. Тогда я еще выпивал, да. Да, вот, ребят, между прочим, те, кто говорит, что Кох в эфир со мной выходит бухим, это, ребята, клевета полнейшая, потому что Альфред Рингольдович уже много лет в рот вообще не берет. Я свидетель тому, потому что иногда встречаемся мы с ним вот не только вот по удаленке, но и лично. А вот Киселев не завязал. Да, нет, я вот сижу за обедом иногда с Кохом или за ужином, и скучно с ним, конечно. Я бокал другой вина выпью, а он какую-то там минералку. Кока-колу люблю я, да? Да. Это вредно, между прочим. Знаю. В стакан Кока-колы 10 ложек сахара. Да, да. Не пил бы Кока-колу, пил бы красное вино, был бы стройный и красивый. Да, ну, как-то вот всё, знаешь, всему своё время. Ладно, Алекс, спасибо тебе большое за очередной разговор, и спасибо всем, кто нас смотрел. Ура нам. И до следующей встречи. Теперь мы по понедельникам поём и танцуем. Да, до свидания. Не забудьте об этом. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»